Ребят, всем привет, с вами Дива, добро пожаловать на мой канал, сейчас мы с вами посмотрим новенький для меня канал это Upvote. На самом деле я смотрю его давно, но для реакции я решила записать первый раз, вот первый, ну и решила как бы не первый, но записываю первый, как бы да. Будем смотреть мы с вами видосик, который, одно название которого звучит как очень плохая идея для людей, у которых очень легко рождаются фобии. Это безобидные вещи, которые могут прикончить тебя. Охренеть, скажете вы? Да, скажу я. Начинаем отсчет фобий, как бы да, появившийся у нас после этого ролика. Да, но как бы знаете, предупрежден значит вооружен, а это как бы предупреждение, так что да, лайкоси, подписка, колокольчик, крайне приветствую. Ссылочка на оригинал будет в описании, поехали смотреть. Какие вещи и явления на самом деле гораздо смертоноснее, чем думают многие люди. Слишком долгое хранение картофеля. Он вырабатывает газ солонин, который может вас убить. А картофель становится опасным до того, как на нем появляются маленькие ростки или после. Если картошка начинает зеленеть и или на ней начнут появляться ростки, это верный знак, что ее нужно выбросить. Стояние под водопадами. Я же говорила, что это будет фобия. В самом деле, словить передоз от этого препарата гораздо легче, чем многие думают. Он медленно разрушает печень в течение нескольких дней. Мягко говоря, не самый веселый способ умереть. Дни рождения. Вероятность смерти в день рождения на 8% выше, чем в любой другой день года. Абсцесс зуба может вас убить. У меня был абсцесс, когда мне было 21. Я не стал его лечить аж до 28 лет. Так сильно боялся стоматолога. К тому времени он уже поразил нерв и ушел вглубь. Теперь у меня нет куска челюсти. Начинайте лечение зубов на ранней стадии и избегайте подобной херни. Алкоголизм. Все эти хихи, мамочки, просто нужно выпить немного венца. И гляньте, у меня есть тюбик с солнцезащитным кремом, который на самом деле является секретной фляжкой. Это все забавно и весело до тех пор, пока в 40 лет у вас не откажет печень. Печально, что наша культура превратила алкоголизм в некую милую забаву. Вместо того, чтобы признать, как сильно он может ударить по вашему организму. И в целом разрушить вашу жизнь. Да и жизнь окружающих вас людей. Крайне опасно класть ноги на приборную панель машин. И если подумать, алкоголизм опасен не только по истечении времени, но и как бы чрезмерное употребление здесь и сейчас. Потому что некоторые садятся за руль. И как бы это опасно не только для вас, но и для тех, кто как бы, допустим, переходит дорогу. Потому что, знаете, очень обидно, когда ты такой идешь, никого не трогаешь. Или, допустим, прикиньте, вы вышли на пробежку вечерочком, и какой-то тупой отморозок бухущий заперся в свою тачку и решил поехать. Не хочу вас огорчать, но сдохните вы. И как бы, да. ГГ. Я перестал класть ноги на панель после того, как услышал ужасную историю от врача скорой помощи. Тот приехал на место аварии и увидел, что ноги пострадавшего пассажира обернули его плечи словно шарф. Нахуй, теперь никогда так не буду делать. А, это, видимо, время движения. Глядя на две инсулиновые капельки на столе, едва можно отличить терапевтическую дозу от смертельной. Как диабетик, могу сказать, что это рили немного страшно, но, к счастью, лекарство от передозировки инсулином обычный сахар. Плюс вы можете почувствовать снижение уровня сахара в крови задолго до того, как вам будет угрожать реальная опасность смерти. Если только вы не приняли какую-то космическую дозу или типа того. Драки. Люди слишком часто стремятся показать, какие они крутые. Втащи кому-то не туда. Простите, пожалуйста, прочитала, какие они тупые. Я реально случайно так прочитала, но суть. Или завяжи драку не с тем челом, и кто-то вечером не вернется домой. А если приедет полиция, то кому-то выдвинут обвинение. В зависимости от тяжести травм пострадавшей стороны и слов свидетелей, вас могут упечь за решетку на очень долгий срок. Я уже молчу про то, что при административке вы можете завязнуть в долгах. Верняк. Один чел ударил меня вместо прямо над левым глазом. В итоге шесть швов, перелом глазницы, и пришлось остаться на ночь в больнице для наблюдения, так как это была травма головы. Поскольку травму я получил в результате нападения, в сторону чела автоматически было выдвинуто обвинение. Через несколько месяцев мы оказались в суде. Все из-за одного удара. Пружины гаражных ворот. Они тебя убьют. Пожалуйста, можно поподробнее? Я никогда даже не задумывался о гаражных воротах. Пружины ворот находятся под невероятным давлением. Если вы не знаете, как их правильно заменить, то сильно рискуете своей жизнью. Даже если вы не меняете их, пружины сами по себе могут выйти из строя. И если так случится, надейтесь, чтобы это случилось не тогда, когда вы стоите рядом. Стресс. Стоп, какие пружины? Я не понимаю. Может быть у нас просто нет пружин в гаражных воротах? Это которые автоматически открываются, в смысле? А, или которые вот так вот поднимаются, но это какая-то не наша тема. О, замечательно. Теперь у меня стресс из-за уровня своего стресса. Одна из самых смертоносных вещей на свете. Стресс способствует возникновению и усугублению многих существующих проблем со здоровьем. Не говоря уже о создании новых. А как лучше всего с ним справиться? Я всегда слышу, как опасен стресс. И я сам всегда испытываю сильный стресс из-за работы. Но при этом у меня нет никаких вариантов по устранению стрессовых факторов. Так как я могу снизить уровень стресса? Я не врач, но могу сказать на собственном опыте, что минимум 30 минут физических упражнений в день и всего 5 минут медитации творят со мной чудеса. На ютубе есть очень много роликов с разными вариантами медитаций. Глянь, если интересно. Автомобили. Забавно, как общество стало воспринимать опасность на дороге как нечто обыденное. Мы часто говорим что-то подобное. Вероятность того, что ты погибнешь в автомобильной аварии выше, чем что-то еще. Цель этой фразы показать, насколько что-то еще является безопасным. Но на самом деле она говорит нам о том, сколько людей постоянно гибнет в автокатастрофах. Ага. Как-то раз, когда мы летели в самолете, моя маленькая сестра начала паниковать. Тогда моя мама ей сказала, расслабься, вероятность погибнуть в автомобильной аварии на порядок выше, чем в авиакатастрофе. Это не помогло. Просто теперь она еще и на машинах боится ездить. Инфекция... Не все ворота пошли, не все ворота. На самом деле так. Это очень... Даже мне эту фразу говорили постоянно. Ты никуда не делись. Они все еще могут легко испортить вам жизнь, если вы вовремя не обратитесь за медицинской помощью. Меры предосторожности, о которых пишут на предупредительных знаках. Многие люди их игнорируют, думая, что они лучше знают, как себя вести. Я работал в IT-отделе компании, которая производит большие тракторы. На разных участках завода было запрещено использовать определенные СИЗы, средства индивидуальной защиты. Как-то раз одна женщина надела не те перчатки. На ее участки нужно было использовать только латексные. Она не восприняла это всерьез и надела более прочные армированные перчатки. Она использовала аппарат для закручивания зажимных гаек, который затягивает 12 огромных гаек одновременно. В итоге у нее зацепилась перчатка. И вместо того, чтобы оторвать кончик пальца от латексной перчатки, аппарат нахуй оторвал ей большой палец целиком. Я все это видел, и ее ошибка до сих пор сидит у меня в памяти. Мужикам пришлось держать ее, пока двое остальных поднимали вверх ее руку, чтобы она ее не видела. Как же сильно она орала, просто ужас. И все потому, что она проигнорировала предупреждение, стоявшее у всех на виду. Если стоит предупреждающий знак, то, как мне кажется, кто-то уже зафакапил и разъебался. Правила безопасности пишутся кровью. Ну что, но грустно. Заваливание и утопление в замкнутых пространствах. Люди обычно не понимают, что в замкнутых пространствах кислород заканчивается довольно быстро. Плюс многие, вероятно, не осознают, что могут утонуть в нежидкой среде. Меня с детства учили никогда, никогда не залезать в силосную башню. Идея может казаться крутой до тех пор, пока кукуруза не начнет двигаться и не засосет тебя вниз. Лошади, они весят по 500 килограмм. Они очень нервные и могут случайно раздавить тебя или забить до смерти. И это я про лошадей. А есть еще жеребцы, которые могут нанести вам травму, просто чтобы доказать свое превосходство. Кстати, как известно, в драках лошади перегрызают друг другу глотки. Не связывайтесь с лошадьми, если не знаете, как... Как известно? Кому? Кому? Вы знали об этом? Я первый раз об этом слышу. Как с ними обращаться? А даже если знаете, все равно всегда будьте осторожны. Вы понимаете, что они перегрызают глотки? А теперь вспомните, как вы в детстве кормили лошадку с руки. Малюсенький пальчик. Даже не вот этот. Вот этот вот. Представьте, у вас вот такие вот все пальчики, мизинчики. А-а-а! Всегда были лошади, и она реально была превосходной наездницей. Она всю жизнь жила в окружении лошадей. Ездила на соревнования, все дела. Через год после окончания школы мы узнали, что она умерла. Получила удар ногой в грудь. Я полагаю, это случилось, когда она пыталась успокоить нервную лошадь. Очень печальный случай, который укрепил мою мысль о том, что с лошадьми всегда нужно быть очень осторожным. Мне также вспоминается учительница, у которой не доставала одного пальца. Оказалось, что в молодости ее укусила лошадь. Ночные пробежки вдоль дорог без фонариков и светоотражателей. Часто люди даже одеваются в черное. Чел думает, что если он видит машину, то и водитель этой машины видит его. Помните, достаточно одного несчастного случая, чтобы полностью изменить чью-то жизнь. Дым. Не только огонь может вас убить. Есть очень веская причина, по которой при эвакуировании следует держаться как можно ниже, ближе к полу. Дым – это слой горячего газа, который может вызвать ожог у вас на лице. Падение. Одно легкое падение запросто может вас убить, если вы неудачно приземлитесь, как правило, на затылок. Поэтому не спускайтесь по лестнице с руками в кармане. Вот почему, ударив кого-то, у вас может резко смениться жизнь. Дело не в самом ударе, а в падении. Чел может неудачно приземлиться головой о землю, и вот тебя уже обвиняют в убийстве. И все из-за того, что челик замарал тебе кроссы. Грибфрутовый сок взаимодействует со многими препаратами и может представлять серьезный вред вашему организму. Зависит от того, какие лекарства вы принимаете. Я дальнобойщик. У меня в ногах образовалось два тромба из-за того, что я ездил на большие расстояния и в течение нескольких часов подряд прижимал ноги к сидению. Из-за одного из них я чуть не умер. Как оказалось, это распространенная проблема дальнобойщиков. Чтобы поддерживать циркуляцию крови, нужно останавливаться и прогуливаться каждые полтора часа, что почти никто не делает из-за нехватки времени. То же самое происходит, когда вы сидите за офисным или игровым креслом. Люди забывают двигать ногами, потому что они очень сосредоточены на игре. Вам не стоит сильно беспокоиться, если вы совсем юнец. Но если вы геймер постарше, пожалуйста, имейте в виду. Прошу прощения. Тромбоз глубоких вен. ТГВ. Частое последствие дальних перелетов. Именно поэтому пилоты, совершающие дальние и сверхдальние перелеты продолжительностью более 10 часов, надевают компрессионные гольфы. Пассажирам также рекомендуется прогуливаться по салону раз в несколько часов. При продолжительности полета до 18 часов это просто необходимо. Заставьте кровь двигаться. Если хоть один из этих тромбов каким-то образом оторвется и коснется сердца – бай-бай. Резкий отказ от антидепрессантов после регулярного приема. По скриптум я резко бросил принимать Прозак и Оланзапин. Сейчас я снижаю дозу Лексапру. Больше всего резкого отказа нежалут бензодиазепины и пригабалин – лирика. А еще я всегда принимал клонезепам. Отказ от этих лекарств в 99% случаев приводит к припадку. И у меня он был. Но прикол в том, что я и так уже эпилептик. Так что меня ждало еще больше приступов. Да, давай! Съесть слезняка. Понятное дело, это само по себе отвратительно. Но дети часто делают всякие глупости, чтобы показать, что они не трусы или в качестве испытания, чтобы завоевать уважение. В слезняках водятся паразиты, которые могут попасть в ваш мозг. Все благополучные вспоминаем «Звездного капитана». По-моему, это была вторая часть «Острова гигантских насекомых». Тем медленной смертью. Работа по сменам. Нарушение циркадного ритма отнимает годы жизни. В течение года я работал в 12-часовую смену, чередуя день и ночь. Я называю тот год годом отключки, потому что он представляет собой огромную годовую дыру в памяти. Я только и делал, что ел, спал и работал. Регулярно мучился от несварения желудка. Короче говоря, ужасный образ жизни. Просто хочу поделиться с вами одной историей. Я стоматолог. У моего коллеги был пациент, которому нужно было удалить нерв. Пациент отложил операцию из-за отпуска. Он собирался ехать на охоту в дикую местность на Аляске. В одиночку. То есть он, в принципе, был там один. Его высадили в глуши, и машина должна была вернуться за ним через неделю или две. Спустя пару дней у него сильно воспалился зуб. Была адская боль, но он был совершенно один. Никто не мог помочь ему в этой глуши. Это произошло в середине-конце 90-х, так что мобильников тоже не было. В итоге, как и планировалось, за ним приехал транспорт. Вот только мужчина уже умер. Точнее, чел выпилился. Он не смог больше терпеть боль. Она была настолько сильной, что он не мог ждать одну-две недели, пока за ним приедут. Он застрелился и оставил предсмертную записку, в которой рассказал свою историю. Мораль истории. Не откладывайте это дерьмо на потом. Не существует более ужасней, чем зубная боль. Уже бегу чистить зубы. Большое спасибо за просмотр. Я просто... Я немножечко не ожидала такого... Такой концовки. Я... Я че-то... Жесть. Я думала, я не знаю, он будет им жаловаться, или... Он сам дошел до какого-то пункта. Я не знаю. Но чтобы так... Типа... Жесть. Простите, я просто... Очень... Очень в шоке. Очень сильно немного в шоке. Ладно. Спасибо огромное за просмотр. Я... В начале видео сказала про фобии. В отношении здоровья они у меня всегда были. Что нужно лечиться вовремя, особенно стоматологи. Вот. На момент сейчас... Чистя шишни. Такого нет слова, я его придумала. У меня только одна хобби появилась в этого видео. Это про лошади. Я не знала. Я знала, конечно, что у них крепкие зубы. Но я не знала, что настолько... Типа, что? Что, блин? Про копыта знала, но про зубы я не знала. Погладить лошадку как-то аккуратненько. Окей. Что сзади к ней подходить нельзя. Я тогда знала, но чтобы... Так. Блин. Я просто... Наверное, поэтому я никогда одна не хожу. Потому что я боюсь всяких непредвиденных ситуаций, с которыми в одиночку не справиться. Но тут как бы он справился. Какую-нибудь травку, может быть, найти что-нибудь? Ну, он охотиться пошел. Я не думаю, что он особо... Нет. Если чел не первый раз в лесу, то наверняка он нашел бы... Почему? Почему нет? Наверняка же что-то есть. Да? Я просто... Напишите в комментариях, что делать вот в такой, блин, ситуации. Как ты же раньше справлялась с этой болью? Я не знаю. Ну, а тут что, никак совсем? Совсем что ли никак? Что бы, что бы, блин... Да, выпила? Ну, это же... Вы че? Это слишком странно. Знаете, ситуация какая-то странная получилась. На самом деле. Да. Ладно. Спасибо огромное за просмотр. Пишите в комментариях, сколько фобий у вас появилось. Хотя тут, наверное, описаны, которые мы более-менее знаем. Но кроме лошадей. Кроме лошадей я не знала. И что такое вот про кукурузу я тоже не знала. Вот. Но в целом тут все, что если чуть-чуть подумать... Как бы представить ситуацию. Я не знаю. Люди перед тем, как что-то делают, они представляют ситуацию или нет? То есть, вот, допустим, я иду чистить зубы, и я такая думаю... А, я могу щеткой себе продравить случайно щеку, поэтому буду чистить аккуратнее. Вот. Такие странные мысли бывают. Да. Или это повышенная тревожность. Я не знаю. Я тиктока пересмотрела, а теперь уже все полезло. Полезло, да. Ладно, спасибо еще раз огромное за просмотр. Я надеюсь, у вас сейчас все хорошо. Пойдемте попьем чаечек. Благо, он у нас есть, потому что мы дома. Они в лесу, как этот чел, и у нас не болят зубы. И если болят, мы можем сходить к стоматологу. Чисто технически. Можем, да. Дорого, конечно, но... Ну, ну что поделать? Что поделать? Да, ладно. Еще раз спасибо огромное за просмотр. И все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok